Представьте, в 9 лет вы начинаете играть на ударных, 6 лет вы осваиваете инструмент, играете в кавер-группах и мечтаете стать рок-звездой. Как вдруг, в 15 вам улыбается удача и вас берут в группу опытных музыкантов, в 16 вы уже играете на разогреве у ACDC, в 17 выпускаете дебютную пластинку, в 20 ваш третий альбом сразу становится платиновым, ваш следующий альбом ждет весь мир, и тут вы попадаете в аварию и лишаетесь руки. Запись встает на паузу, продюсер уходит, а группа оказывается в долгах на несколько миллионов фунтов стерлингов. Лейбл ставит ультиматум, либо новый альбом продастся тиражом в 5 миллионов, либо группе конец. Сегодня мы поговорим про удивительную историю группы The Flappard и их альбома Hysteria. Вы на канале Rockabye, подпишитесь и устраивайтесь поудобнее, будет интересно. История группы The Flappard начинается в 77 году с совпадения. Молодой Джо Эллиот возвращался с работы и опоздал на свой автобус. Пока он ждал следующий, он увидел на остановке знакомое лицо. Это был гитарист группы Atomic Mass, Пит Уиллис. Они разговаривали, Эллиот сказал, что он хороший гитарист, и позвал всю группу к себе в гости, чтобы продемонстрировать навык игры на гитаре. Играл он так себе, зато пел отлично, и группа уговорила его стать их вокалистом. Джо Эллиот, в свою очередь, уговорил группу поменять название. В школе он мечтал, что когда-нибудь соберет свою группу и назовет ее Death Leopard. Глухой Леопард. Он даже придумал и нарисовал, как название будет выглядеть. Барабанщик группы сказал, что Death Leopard выглядит сильно по-панковски, и поменял пару букв так, что получилось Death Leopard. Сейчас так уже не говорят, но в начале 80-х Death значило круто, и из глухого леопарда название превратилось в крутого лепарда. Питу Уиллису все еще не хватало второго гитариста в группе. Как и с тем случаем, на автобусной остановке гитарист нашелся совершенно случайно. Он в своем же колледже увидел, как какой-то парень читает гитарный журнал. Этим человеком с журналом оказался Стив Кларк. А Пит Уиллис ему сразу предложил вступить в Death Leopard. Тот какое-то время игнорировал предложение, думал, что это какая-то ерунда. Потом в какой-то момент они все случайно встретились на концерте Judas Priest. И я так понимаю, что поняли, что им нравится одинаковая музыка, и уже после этого предложение вступить в группу было принято. После нескольких месяцев репетиций группа начала выступать, а вслед за этим и записывать свой первый мини-альбом. Внезапно на середине записи ударник объявил о своем уходе, чем поставил запись под угрозу. Чтобы исправить ситуацию, группа срочно подала объявление в газету для поиска нового барабанщика. И вот опять совпадение. Объявление увидела мама 14-летнего Рика Алина. Парень тогда уже 5 лет как играл на ударных и выступал с кавер-группами. Алин пришел на прослушивание, выслушал от 18-летних парней шутки про возраст, а потом вдарил року и был сразу принят в группу. Группа наконец-то была готова доделать первую запись, и в 79-м году вышел The Death Leopard EP. Песню Catch a Rock Off с первого мини-альбома часто крутил легендарный ведущий радио BBC One Джон Пилл. Человек, который одними своими эфирами делал никому неизвестные группы, популярными в Великобритании. Через 10 лет он даже поможет Гранжу пробиться в Европу, но про это вы можете узнать в моем видео об истории Гранжа, ссылка на который появится в правом верхнем углу и будет в описании к видео. С первого мини-альбома у The Death Leopard стало больше концертов, а значит больше шансов быть замеченными. После одного из концертов к ним подошел менеджер группы ACDC, и уже в 79-м году они играли на разогреве у самих ACDC. Постоянные концерты и ротации на радио привели к тому, что в группе появился контракт с лейблом, и в марте 80-го The Death Leopard выпустили дебютный альбом On Through the Night. Хоть их и не взлюбили в Англии за их американские акценты песню Hello America, в Штатах дела шли в гору. Группа много гастролировала по Штатам на разогреве у ACDC и Теда Нюджента, и тогда ими заинтересовался Мат Лэнг, продюсер, работавший над альбомами Back in Black ACDC и Faux группы Foreigner. Именно под его руководством Death Leopard перестали играть металл, ну или то, что тогда называлось металлом, и отошли к более мелодичному звуку. В 81-м году вышел альбом High and Drive, в котором была запоминающаяся баллада Bringing on the Heartbreak. Предложенные Матом Лэнгом наслоения нескольких дорожек вокала, как в припеве песни, стали узнаваемой фишкой Death Leopard. Сам альбом большим успехом не стал, но клип на песню Bringing on the Heartbreak стал одной из первых рок-песен, которые крутили на только что появившейся MTV, что помогло группе стать известнее в Штатах. В таком темпе было довольно тяжело работать. Пит Уиллис, например, пытался прибегать к алкоголю для того, чтобы справляться со стрессом. В какой-то момент, когда они записывали третий альбом, даже начал приходить на записи пьяным. Группа понимала, что так продолжаться не может, и несмотря на то, что он привел в группу гитариста второго и вокалиста, его уволили и взяли на роль гитариста Фила Коллина из группы Girl. Фил Коллин в своей книге рассказывал, что сомневался, стоит ли уходить из Girl of the Flappard, но решил рискнуть и не прогадал. Группа буквально стояла на пороге успеха, и уже в 83-м году группа выпустила невероятно успешный альбом Pyromania. Что же такого необычного было в этом альбоме? Матленг хотел сделать звучание группы более доступным и настаивал на том, чтобы припевы были мелодичными и цепляющими. Помимо очень мелодичных припевов, в песнях стали использовать синтезаторы. А ударная установка стала звучать более электронно. Но даже если вы никогда не слышали про группу The Flappard, то вступление из песни, которая появилась на этом альбоме, вы точно знаете. Наверняка эти строчки вам напомнили о группе The Offspring, которые использовали сэмпл для своей песни Pretty Fly for a White Guy. Текст на самом деле ничего не значит. Это продюсер Матленг притворяется, что считает по-немецки от одного до четырех. Синглы Photograph и Rock of Ages стали хитами чартов, а альбом занял вторую строчку в чартах сразу за Thriller Майкла Джексона. Не без помощи ротации на MTV, за один только 83-й год Pyromania разошлась шестью миллионами копий, продаваясь по 100 тысяч копий в неделю. Альбом стал большим успехом в Штатах и Канаде, но не в Европе и не Великобритании. Все должен был решить их четвертый альбом, который группа начала записывать в 84-м году. Год сразу не сдался. Значит, оба гитариста ушли в алкогольный отрыв. Настолько, что им даже прозвище дали. Terror Twins, ужасные близнецы. Они, кстати, были похожи внешне друг на друга. В какой-то момент они уже перестали помнить, что они делали предыдущим вечером, как они там пьяные ездили куда-то, покупали какие-то шмотки, которые они с удивлением для себя обнаруживали. Значит, в какой-то момент им стало понятно, что с этим надо как-то завязывать. И если Колин еще продержался какое-то время, то с Кларком было все сильно сложнее. К Кларку мы еще вернемся, но на этом неудачи группы не закончились. Тогда же продюсер группы объявил, что не сможет работать над новым альбомом The Flappard. Став к тому времени одним из самых востребованных продюсеров, Мат Лэнг уже обещал в группе The Cars поработать над их альбомом Heartbeat City. Кстати, обратите внимание, как на первой же песне альбома чувствуется рука Лэнга. Без Лэнга группа оказалась потерянной. Они попробовали других продюсеров, попытались все сделать сами, поменяли несколько студий, потратили кучу денег, но не сдвинулись с мертвой точки. Группе ничего не оставалось, кроме как ждать, когда Лэнг освободится. Но самое страшное в том году случилось с ударником. Рик Ален со своей девушкой ехали к друзьям на празднование Нового Года. Ален не справился с управлением на трассе и врезался в отбойник. Машина сделала несколько оборотов и выкинула Алена с водительского сидения. Девушка была пристегнута, поэтому отделалась синяками, в то время как Ален не до конца пристегнул ремень, и тот буквально отрезал Алену руку. Но в такой страшной ситуации Алену несказанно повезло. Вот опять невероятные удачные совпадения. Во-первых, он остался в сознании и находился в шоке. По заверениям врачей, именно из-за этого он не умер от потери крови. Во-вторых, недалеко от места аварии жила медсестра. Она не только оказала Алену первую помощь, но и сразу же положила отрезанную руку в ящик со льдом, который как раз заготовила для новогодней вечеринки. А в-третьих, рядом с местом аварии случайно оказался полицейский, который просто проезжал мимо. Именно он на своей машине и доставил Алена в больницу. В больнице Алену пришили руку, и он надеялся на скорое возвращение за барабанную установку, но вскоре на руке обнаружилась гангрена, и руку пришлось ампутировать. Она была плачевная. Ален в 15 лет бросил школу, ничем с тех пор, кроме музыки, не занимался. Ему 21 год, и непонятно, что он будет делать с остатком своей жизни. Когда пришел продюсер, Ален был уверен, что речь пойдет про увольнение из группы. На удивление, Мэтт Ланг его поддержал. Рассказал, что есть современные всякие приспособления, и, возможно, Ален сможет найти способ играть на ударных даже с такой травмой. И вот когда остальные участники группы пришли его навестить, и он начал им рассказывать про то, что он переделает ударную установку, чтобы играть ногами вместо рук, они подумали, что у него поехала крыша от обезболивающих. Но он уже принял решение, и его уже было не остановить. Врачи давали ему полгода на поправку. Ален же вышел из больницы уже через месяц. При помощи знакомого инженера он построил электронную барабанную установку и занимался каждый день с утра до вечера. На восстановление, подготовку и адаптацию песен под новые ударные ушли долгие полтора года, и в студию группа смогла вернуться только осенью 86-го. Но нескольких месяцев и не прошло с возвращения в студию, как произошла очередная трагедия. Продюсер группы Мэтт Ланг попал в аварию и сломал ноги. Группа была готова очередной раз отложить запись, но Ланг убедил их этого не делать. Он приходил в студию в гипсе и руководил процессом, будто бы ничего и не случилось. Но и это не все. В конце того же 86-го года вокалист группы Джо Эллиот заболел паратитом, или по-простому свинкой. Запись альбома пришлось заканчивать уже в 87-м, когда он выздоровел и смог снова петь. В студии Мэтт Ланг ставил перед группой серьезную задачу. По его мнению, единственным способом превзойти успех предыдущего альбома Pairomania было выпустить альбом, исключительно состоящий только из хитов, как получилось с альбомом-триллером Майкла Джексона. Из-за этого, например, песню Animal перезаписывали в студии два года до тех пор, пока сам Мэтт Ланг не одобрил и не был доволен результатом. За пару недель до окончания записи, Мэтт Ланг услышал в студии, как Джо Эллиот наигрывает какую-то мелодию. Она так ему понравилась, что вместе с гитаристом Филом Холлином они сделали из этого полноценный риф, а Эллиот попросили читать текст так, как будто бы это рэп. Лэнг уже проделывал такую фишку с ACDC на Back in Black. Так уже в конце записи почти случайно появилась самая знаковая песня The Flappard по Some Sugar On Me. Выпуск альбома запланировали на лето 87-го года. Название Hysteria предложил барабанщик группы Rick Allen. Так он описывал то, что произошло с ним в 84-м году. Помимо собственного желания не уронить планку качества, на группу сильно давили долговые обязательства. За прошедшие 4 года только на запись группа потратила 5 миллионов фунтов стерлингов. Перед выпуском альбома лейбл объявил, Hysteria должна продаться тиражом хотя бы в 5 миллионов копий, чтобы группа просто вышла в ноль. С поддержкой таких синглов, как Women, Animal и Hysteria, альбом дошел до первой строчки чартов Великобритании. Но за первые полгода удалось продать только 3 миллиона копий. Оказалось, что в Штатах про группу успели порядком забыть. Вы не поверите, но группу спасла та самая песня, написанная за 2 недели до окончания записи. По Сам Шога Он Ми так понравился стрип-клубам, что ее постоянно заказывали на радио, из-за чего американцы стали неистово покупать альбом. В итоге группа не только вышла в ноль после записи альбома, но даже заработала на нем. Hysteria смогла побить рекорд предыдущего альбома, а на сегодняшний день продала с тиражом более 20 миллионов копий. Между выпусками Pyramania и Hysteria прошло 4 года, время, за которое группы забываются, но, к счастью, этого не произошло с Def Leppard. Во вкладыше к альбому Hysteria они извинялись за долгий перерыв между альбомами и обещали фанатам, что больше не заставят их так долго ждать. Однако, жизнь имела другие виды на планы группы. Когда еще в 1984 году гитаристы группы решили завязать с выпивкой, силы воли у Стива Кларка хватило не очень надолго. Проблемы с ним продолжались до 1990 года, когда остальные участники группы настояли на том, чтобы он лег в реабилитационный центр. Там он содержался, убегал, потом опять возвращался. И так продолжалось до тех пор, пока в январе 1991 года его не стало. Вскрытие показало, что он умер от смеси кадеина, морфина и алкоголя. Свой пятый альбом Adrenalize The Flappard записывали вчетвером и выпустили его в 1992 году, через 5 лет после Hysteria. Как и предыдущие альбомы, он стал платиновым во многих странах, включая США и Великобританию. Звук, который они вместе с продюсером Матом Лэнгом изобрели в середине 80-х, во многом определил все звучание рока того времени. Да что там, даже группа Парк Горького во многом звучит именно так, благодаря The Flappard. За свою более чем 40-летнюю историю, группа продала более 100 миллионов копий и была включена в зал славы рок-н-ролла в 2019 году. The Flappard и по сей день выпускают альбомы, но после Adrenalize 92-го года, ни один из последующих альбомов не смог стать платиновым и уж тем более приблизиться к успеху Hysteria. Продажи альбомов впали не только у The Flappard, но и у Metal Group вообще. С появлением гранжа и бритпопа популярность хард-рока стала сходить на нет, но это уже совсем другая тема. В истории The Flappard есть еще много интересных поворотов, но мне хотелось рассказать про череду невероятных совпадений и испытаний, через которых группа прошла, прежде чем выпустить один из самых знаковых альбомов 80-х. Ну и конечно рассказать о невероятной силе воли однорукого ударника Рика Аллена. Послушайте сегодня вечером The Flappard, если вам было интересно, расскажите об этом видео друзьям, подпишитесь на канал и до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok